У вас в районе есть элитные торговые точки, супермаркеты? Ну, я бы не сказал, что у нас много элитных торговых супермаркетов. У нас есть «Манго», у нас есть хорошие… Ну, это не такие… «Март», наверное, самый крупный торгово-развлекательный центр у нас в районе. Но есть и такие хорошие, как «Акжол», которые пользуются спросом у населения. И, наверное, самый дешевый товар у него и «Чайка» магазин. В магазине «Акжол» самый дешевый товар? Да. Вот я к чему вас подвожу, что уже замечено и до послания президента, что в супермаркеты дорогие народ стал ходить реже, все меньше там покупателей. А вот куда идти-то? Куда бабушки, дедушки, мы уже будем говорить так, приземленно, да? Пенсионерам одиноким, необеспеченным, чьи дети не миллионеры, за нефтяную скважину не держатся, им как выживать? Даже при том, что пенсию не убавили и чуть-чуть добавят. Ведь, посмотрите, из Белоруссии колбаса, из России курятина и так далее, молочные продукты. Все подорожало. Как вы думаете, обеспечите эту категорию, основную категорию ваших граждан? В первую очередь. Все-таки у нас 25 718 пенсионеров в районе проживает. И пенсионеры, да, сегодня пенсия та, которая максимально, я говорю, пенсия не с льготными начали, а максимально в пределах 70 тысяч. И пенсии, на самом деле, трудно прожить. Но вот в послании президент говорил о том, что теперь и нам надо о помощи посмотреть. Кому именно помогать. Если человек одинок, не здоров, ему надо помогать. А если человек, пенсионер живет, и у него сын Аким, то, наверное, он сам ему поможет. Или там руководитель предприятия. Наконец-то, да. Вот я так тоже думаю. У нас столько льготников. Я вот как-то в Собесе был, там более 20 категорий мне назвали, кому от 10 тенге до 10 тысяч положена социальная помощь. А мне по мне вот так же, как и вы говорите. Вот человек одинокий, а тем более руки нет, ноги нет. Вот ему дать. Остальных, как Нарусултан Абишевич говорит, надо заставить работать. Но для этого надо предоставить работу. Предоставить работу. И что в районе? В районе проходят регулярно ярмарки, вакансии, которые есть. Управление социальной защиты отрабатывает. И мы ежемесячно собираем с предприятий наших, хотя им сейчас нелегко, собираем существующие вакансии и предлагаем тем, кто обращается к нам за трудоустройством. Затем есть хорошая наша организация, это Совет ветеранов, которые отрабатывают с пенсионерами и пытаемся. И иногда у нас получается, я не хочу сказать, что уже получилось, сделали. Все-таки это работа постоянная, ежедневная. Именно чтобы человек не приходил просить помощи, а чтобы мы увидели, что он нуждается в помощи. Сами пришли. Не унижая достоинства. Да, потому что есть люди, категория, которые трижды придет, скажет, а он может не так нуждается. Тот, который всю жизнь молчал и молчит, и он остается незаметным. Вот про шайки это на любом уровне. Поэтому именно Совет ветеранов, вот сейчас у нас проходили отчетные совещания, среди ветеранов все это мы организационные вопросы закончили. И поэтому сейчас по посланию адресная помощь выявить тех, которые нуждаются. Даже в зимний период, когда снег выпадет, во дворе бабушки, дедушки, которые остались, крыши снег скинуть во дворе, убрать тоже сложные вопросы. Поэтому среди школ отработали, чтобы за такими людьми, которые нуждаются в поддержке, закрепили учеников старших классов, которые могли бы им по-соседски, по месту расположения помогать, хотя в хозяйских вопросах и в других вопросах. И здесь я буквально процитирую слова президента из послания народу Казахстана. Все остальные должны зарабатывать сами, своим трудом, учитывая особенности, потребности отдельных категорий наших граждан. Необходимо установить равные величины прожиточного минимума с пересмотром его структуры. Думаю, что вот хотя бы в этом вашем районе будет порядок, надеюсь. Но мы так и не пришли к ответу на главный вопрос, с которого я начал. Почему люди жалуются и говорят, обратился в Акимат, ни о чем, никто, ничего. Ну что такое? Что можно сделать для того, чтобы вот сейчас снизить кризис в обществе в первую очередь? Люди говорят, кризис, работы нету и не шевелятся. Идти к ним во дворы, собирать их на сходы. Как достучаться до каждого, чтобы вот по-президентски заставить работать, шевелиться? Есть такой вопрос. Получаю и сам от жителей иногда письма. Сам я с Турксибского района, поэтому звонки есть от тех, с кем я вместе работал, с кем рядом жил. Поэтому обращаются. Есть такие жалобы. Есть, наверное, и наши ошибки в этих работах, в этой работе. И вот для того, чтобы повысить доверие населения, ну используются все сегодня современные средства. И сайт районовский идет, когда постоянно поступают вопросы. И я считаю, для того, чтобы вот это недоверие или жалобы их исключить, наверное, надо использовать все формы. И от встреч с жителями, и отчеты перед жителями. И встреча, выезжать чаще, наверное, на жалобы и решать их на дому. Сейчас мы практикуем. Вот мы говорили о 13-м военном городке, что был задан вопрос. О том, что сегодня зимний период, жалобы на температуру в квартирах, что батареи там где-то холодные и так далее. Поэтому выезжаем обязательно по этим звонкам, какой бы он ни был, выезжаем комиссионно. Чтобы был председатель КСК, чтобы был поставщик тепловой энергии, чтобы была служба та, которая обслуживает это КСК, чтобы полностью рассмотреть и найти причину, в чем же дело. Чаще всего оказывается, что система отопления нормально работает. Температура в пределах 23-22, как и должно быть, градусов находится. А если получаются вопросы именно недостатки, где-то дефекты, то тогда всем миром сейчас в этот период занимаемся, чтобы оперативно решить этот вопрос. Ну, видимо, как и везде, в семье не без урода, может, грубо сказано, но и есть у нас бывают нерадивые специалисты. Может быть, они немножко душой черствые бывают, хотя вроде бы и отбор делаем, и конкурс проводим, и все. Бывает у нас прокурор. Сейчас новый закон приняли в государственной службе, может быть, это сколыхнет тоже. Поэтому есть с нашей стороны, разбираем, наказываем, увольняем и так далее, принимаем меры к таким людям. А все письма лично до вас доходят, когда Аким? 100% всю почту я лично сам рассматриваю, 100% вся, которая проходит. Ни одного письма мимо меня не проходит. И потом направляете по... Потом направляю по исполнению, что себе оставляю, что направляю по заместителям или по начальникам отделов. Это я провожу вечером, после 6 вечера рассматриваю почту, пока не закончил смотреть, рабочий день не закончится. Часто людям приходится отказывать? Ну, можно сказать так, отказывать, слово нет, стараемся не использовать в своем обращении, в речах, а рассказывать. Если мы не можем сделать, то как направить, да, рассказать ему, как это можно сделать. Вот приезжает ко мне, допустим, и говорит, мне нужно получить квартиру. На сегодняшний день у Акимата эти полномочия забраны, и департамент жилья рассматривает эти вопросы. У нас все архивы, раньше у нас была очередь, мы ее отсматривали, получала жилье на социальном, мы ей вручали ордера. Сейчас это перешло в департамент жилья, но приезжают, задают такой вопрос. Все равно, знаем же мы этот закон, то есть его выслушаешь, может или не может, встать на очередь в начале надо. То есть расскажешь, как ему пойти, как правильно сделать. То есть сам не можешь исполнить, но подсказать пути решения этого вопроса необходимо. Тем не менее, все равно нет, есть в вашем лексиконе, душа потом болит. Ну, если нет, оно помогает человеку, то, наверное, душа не болит. А если нет сказанное, и ты своим нет обидел, то, конечно, себя неуютно чувствует. Может быть, мы вот как раз воспользуемся сейчас тем, что у нас миллионная аудитория, и скажем, с чем нужно приходить в районный Акимат, а с чем бесполезно, не в вашей компетенции. Я знаю, люди идут в районный Акимат, говорят, дайте мне 10 соток земли. Приходят и требуют, снимите с должности председателя КСК. Вот разделите на две части. Вот это, ребята, пожалуйста, к нам, а вот это выше наших сил, и не обижайтесь. Нет, я бы так не сказал. Пусть приходят. Акимат все равно ближе, чем любая другая структура для жителей Турксибского района. Время найдем. Первый, третий понедельник, прием по личным вопросам, 14.30. Кто-то записывается, кто не смог записаться, приходит, я принимаю всех. То есть, хотя бы направить в нужное условие, да? Хотя бы объяснить и рассказать человеку. Хотя сегодня, я говорю, имеются сайты, на которые можно выйти, зайти, и эти все вопросы там приобрести. Но если человек хочет прийти, да ради бога, рассказывай, направь.